добрый день с вами империя пикчер и сегодня я покажу вам как рисовать раковину простым карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами начнем наш рисунок с того что наметим примерный силуэт наша раковина она у нас будет виде овала немножечко наклоненном по диагонали проведем примерно о симметрии чтобы ориентироваться и начнем простраивать нашу раковину обозначим границы толщиночку сразу краешки нас будут закругленные о симметрии мы убрали подчеркнули верхнюю часть и добавили вот такую линию верхней части которая у нас послужит подставкой такой своеобразный под краник вот здесь создаем углубление более тонкую линию и слив виде овачка также вот тут вот небольшую толщинку добавляем и в верхней части тоже по центру начнем намечать с вами краник проведем две вертикальные линии вверх отмеряем чтобы это была серединка нижнюю часть мы с вами закругляем тоже таким эллипсом обозначаем верхушечку более маленьким цилиндриком и выводим ручку которая регулирует у нас уровень открытия воды намечаем также сам краник немножечко мы спускаемся вниз и также плоско его намечаем снизу добавляя небольшую тоненькую толщиночку начнем нашу работу в тоне сперва немножечко подстрихуем нашу толщинку причем не до самого края а немножечко так по центру и начнем аккуратно штриховать по диагонали всю нашу раковину раздельным аккуратным штрихом не выходя за край немножко его наклоняем это нас академический аккуратный штрих если где-то случайно вышли за край сразу убирайте стеркой чтобы наш рисунок оставался аккуратным а пока я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение и теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней тем временем мы начинаем штриховать уже вторым слоем и начнем мы с толщинки нашей раковины заштрихуем нижнюю часть более плотным штрихом возьмем карандашик немножечко помягче это карандашик 3b до этого у меня был карандашик б карандашом 3b гораздо быстрее набирается тон потому что мягче соответственно темнее особенно мы набираем вот эту серединку не доводя до края с края оставляем небольшой рефлексик теперь мы с вами заштрихуем углубление по всему периметру и пройдемся остаток нашей толщинки немножко причем у нас вот здесь вот углубление будет темнее чем толщинка поэтому это нужно учитывать сначала мы заштрихуем углубление особенно с правой части посильнее в том моменте у нас будет света проникать меньше всего и будет наибольший контраст добавляем создаем плавненькую растяжку между светом и тенью более легким аккуратным штрихом подчеркиваем слив там он будет виде такой аккуратненькой крышечки краешек немножечко подчеркнем темненьким и начнем штриховать нашу верхнюю часть мы ее затемняем не трогая ободочек который мы с вами наметили ранее и тоже краю немножечко затемняем добавим падающую тень от краника более темным тоном плотненько заштриховывая несколько слоев теперь перейдем к самому кран кран у нас металлический отблескивает и поэтому мы добавим с вами сначала такие темненькие линии а все остальное заштрихуем средним тоном как изначально всю нашу раковину аккуратно по всему периметру кое-где еще наберем сильнее подчеркнем основание потемнее и усилим падающую тень потому что уже у нас начинает сливаться в рисунке это нормально когда что-то одно мы с вами создаем где-то тон а в другом месте он уже начинает сливаться и требует еще себя немножко под штриховать потемнее блики мы с терочкой высветляем на крайне тоже чтобы передать материальность особенно на самых выпуклых ближайших к нам частях и не только на кранике будут блики также еще вот здесь на передней части мы высветляем вот эту часть немножечко высветляем по краям оставляя карандашик естественно и вы здесь по левой части правую часть мы наоборот с вами еще сильнее затем ним в области толщинки и сольем так немножечко моментом где у нас начинается углубление проваливается раковинка вниз и на передней части мы с вами также добавим тоненькую обводочку по краюшку тем самым покажем толщину нашей раковины она будет не слишком толстая буквально там один миллиметрик аккуратным таким равномерным тоном проштриховываем причем в центральной части можно выделить посильнее края будут более рассеянными так как раковина по краям немножечко удаляется в пространстве добавляем маленький беленький блечок на сливчик еще маленький блечок справа завершаем последние детали и в принципе наш рисунок готов также убираем лишний карандашик подчищаем наш листик делаем рисунок аккуратным и вот такая раковина у нас получилось карандашом присылайте ваши результаты к нам в инстаграм и с удовольствием их посмотрим и публикуем у нас на странице ссылка на инстаграм в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч